Который владеет различными инструментами развития бизнеса Но важно не просто владеть, понимать, научиться той или иной методике Или овладеть тем или иным инструментом Важно еще эффективно их использовать Выстроить их в систему Чтобы это было не хаотичное действие, а систематическое действие И вы знаете, следующий наш спикер, которого я хочу пригласить сейчас на сцену Это человек, который имеет уже огромный опыт работы в развитии продаж в России Но она имеет уже немалолетний опыт и в глобальном офисе в Стокгольме И отсюда она имеет возможность сравнить и понять Может быть, как та или иная система работы, развития лидерства в Арифлейн Работает в разных странах Может быть, что-то есть совершенно кардинально разное Или, может быть, есть какие-то вещи, какие-то общесистемные правила, требования, принципы Которые важны и на которых базируется работа И они работают одинаково в любой стране мира, где мы не развивали свой бизнес Итак, встречаемся, приглашаю на эту сцену глобальный тренинг-директор Елена Карченко Добрый день, добрый день, безумно счастлива быть с вами Все эти дни, честно говоря, получила колоссальное удовольствие и заряд энергии Мне иногда спрашивают, честно говоря, уже перестали спрашивать Мои старые друзья, которые давно меня знают Я помню, почему столько лет в одной компании И вообще, что может Ну, как бы, для многих, знаете, какой-то весомый опыт работы в одной компании Кажется, каким-то, знаете, как остановкой какой-то, например, в развитии Но вот, мне кажется, наша компания уникальна тем, что Уникальность в том, что, наверное, мало кому в жизни так везет Встречаться с таким количеством, большим количеством успешных людей Иметь в своем окружении таких людей, от которых можно учиться Получать развитие И, вы знаете, вот Я безумно, честно говоря, волнуюсь Казалось бы, да, столько раз уже Выходишь на сцену Безумно волнуюсь И спасибо за поддержку Причина этого волнения И это Высоко образованная Арифлеймовская аудитория Которая сидит в этом зале И поверьте мне, что после, ну, не многолетнего Некоего опыта и возможности посмотреть, как работают лидеры в других странах Познакомиться с их системами работы Я могу сказать, что уровень понимания бизнеса Уровень осознания себя как лидера Уровень образованности А не просто никакой общей, а именно как раз именно по имажному бизнесу Я могу сказать, что ваш уровень ни с чем не сравнится Вы реально далеко-далеко по своему лидерскому развитию, состоянию Вы реально лидеры этой индустрии компании Арифлейм Большое вам спасибо за вашу энергию и огромное уважение к вам А хотела бы я сегодня поговорить Вот Люба уже как бы затронула эту тему системе Я бы хотела поговорить не сколько о системе как таковой А хотела бы поговорить о том У вас у каждого есть система Я бы хотела поговорить о том, как существующую сегодня вашу систему Посмотреть на нее таким образом, чтобы она была более эффективной и результативной Посмотреть на какие точки, в какие области нужно посмотреть Для того, чтобы система давала тот результат, который вы ожидаете Скажите, вот, ну, скажем так, может быть, внутрь посмотрите Насколько вы, вот поднимите руки, насколько вы сегодня можете сказать Прямо, что у вас есть стопроцентное удовлетворение От результатов вашей текущей системы Есть такие в зале? Ну, а есть 120, да? Процентное удовлетворение То есть есть, наверное, области, которые можно улучшать, да? Вот, и вот я бы хотела как бы остановиться в своей презентации На, знаете, пяти, может быть, вещах Которые посмотреть на то Проанализировав которые Можно посмотреть на то, как увеличить производительность КПД Существующей вашей системы Могу сказать, что это вот Проанализировав, опять же, очень много Систем, которые применяют наши лидеры Которые следуют Конечно, есть какие-то общие вещи Есть какие-то отличия и так далее Вот, но могу сказать, что вот эти вот Ключевые точки, знаете, которые вот Которые вот Которые, наладив которые вы можете Сто процентно получить Высокий КПД Они, безусловно, имеют место быть Они достаточно общие Именно хочу на этом и остановиться Но прежде всего Само понятие системы Прежде чем человек, который, скажем так Работает в этом бизнесе И для того, чтобы быть успешным У него должна некая система работать Это слово, по-моему, за последние два с половиной дня Я не знаю, прозвучало Может быть, с частотой, я не знаю Раз в пять минут Каждый спикер, который здесь выступал Говорил и употреблял это слово Я бы хотела немножко, знаете, посмотреть вообще А что это значит, слово «система» Чтобы мы, по большому счету Находились на одном каком-то уровне понимания И вообще в классическом определении Система То есть, если мы посмотрим Это нечто, некое целое Состоящее из множества элементов Которые находятся во взаимодействии В отношении друг с другом И именно это взаимодействие Определяет целостность Единство этого целого То есть, другими словами Другими словами Любой элемент этой системы Имеет важнейшую роль И если он выпадает из системы Рушится сама система Ну, конечно, я думаю, что вы знаете Много примеров системы Вот И, безусловно, можете провести Как бы некие аналогии Ну, наверное, самый такой простой Классический пример Ну, все люди Вот И наше тело Это тоже система Мы знаем, что когда какой-то элемент Этой системы Дает сбой Или не дает, попадает Это, безусловно, отражается На общем состоянии То есть, КПД Этой системы Не будет стопроцентным Если мы посмотрим Скажем так Почему вообще важна вот система Почему это слово Настолько часто употребляется Потому что Особенность нашего бизнеса Такова Что в эту систему Попадает любой желающий Который хочет что-то попробовать Изменить свои жизни Который, в принципе, привлекает Различные Различные аспекты этого бизнеса Как правило Люди, которые попадают В эту систему То есть, входящий поток В эту систему Не имеют определенных Навыков Необходимых Для успешного развития И, конечно же, результативность Этого человека И, соответственно, результативность Вашего бизнеса Будет зависеть от того Насколько вы дадите четкое Инструктаж Инструкцию Скажем так Руководство По поводу того Как быть успешным В этом бизнесе Насколько четко Вы дадите ответы На самые простые вопросы Что я должен делать Как я должен это делать Как часто, может быть, я должен Я должен Для того, чтобы Те цели Значит, и Какие-то ожидания Которые у меня есть в голове Когда я присоединилась К этому бизнесу Чтобы они Поплатились на 100% И именно поэтому Именно поэтому Каждый из вас Всегда В постоянном Таком оттачивании Своей системы Находится Для того, чтобы Ответы На эти вопросы Были максимально А Простыми Понятными Для того, чтобы Люди, которые присоединялись Максимально получали То есть реальность Людей Максимально Собпадалась С их ожиданиями И именно тогда Они будут Оставаться в этой системе Ну, если мы посмотрим Как бы на общий Минск Мы все работаем У нас 3 миллиона Консультантов Порядка 140 тысяч Из них Находятся на уровне 12% И выше Если мы проанализируем Работу Этих людей Наших менеджеров Наших директоров Наших топовых лидеров Безусловно Каждый из них Имеет свою систему И можно выделить Некие общие вещи Которые есть в этой системе Что мы работаем в одном бизнесе Мы работаем с одной бизнес-моделью Мы работаем с одним планом успеха Поэтому, безусловно И составляющие Системы будут едины Ну, прежде всего Скажем так Во главе Скажем так В основе Сириковой системы Лежит Скажем так Движимое Да Это ваши мечты Это получение Это достижение Финансовой независимости И когда человек приходит С такими ожиданиями Когда он приходит С определенными Скажем так Намерениями Мы должны дать ему Некое руководство Выполняя действия которого Он будет достигать Результат Три очень простых Ключевых принципа Которые отвечают Наши бизнес-модели Для того Чтобы построить бизнес В компании Арифлейн Необходимо Наладить Входящий подход То есть Заниматься Рекрутированием И спонсированием Поддержкой Активности сети И развитием Лидерства Да Потому что Весь план успеха Начиная От директора Вышла Построен Именно как раз таки На развитии лидерства Вот это и есть Три элемента Единого целого Системы То есть Уберите любой элемент Сейчас я не знаю Например Мы уберем Поддержку активности Да Окей У нас отлично Работает рекрутирование Спонсирование У нас отлично Работает Развитие лидерства Чего у нас Не очень хорошо работает Это поддержка Активности сети Мы не очень Часто может быть Проводим мероприятия Мы особо не беспокоимся Об обучении Наших консультантов Коммуникация В нашей сети Тоже происходит Может быть Время от времени Что происходит Что на выходе Мы получаем Выпадание элемента сети Не сработает Сто процентов Это не система Мотивированная Но не система Еще что Ну вот Если я новичок Я уже пришла Сюда В эту компанию Вы мне в принципе Провели встречу Я замотивилась Подписала контракт Вы мне провели Карт-инструктаж Я делала Свои первые действия Может быть Получаю Какой-то Первый результат Позитивный Может быть Даже негативный Система коммуникации Обучения Отсутствует Что происходит С вами Быстрый отток Консультантов Ну ваш опыт какой Что происходит С таким консультантом Они переходят Спящие И уходят Доктор Мы его теряем Да Я хорошо приду Но я точно так же Хорошо выйду Оттуда В принципе И выйду Более того Выйду с таким Негативным Послевкусием Потому что Я выйду с убеждением В том что В рефлейме Ничего достичь Нельзя И очень часто Бывает Что мы когда Смотрим На портунки Хорошо В структуре Хороший Процент Рекрутирования Но немаловажный Фактор Конечно Посмотрим Процент активности Потому что Иногда Работа Напоминает Как белков Колексия Работа Разработает Хороший Входящий поток Но к сожалению У нас точно Такой же Хороший Может быть Даже еще Лучше Выходящий Поток То есть люди Заходящие в систему Должны там Оставаться И не будут Оставаться там Если у нас Будут определенные Действия Налаженные На поддержку Активности Сети Давайте Другой пример Приведем Мы выкинем Из этой системы Элемент Развития Лидерства Что произойдет Здесь Отсутствие Мотивации Двигаться Дальше Отсутствие Мотивации Двигаться Дальше Что происходит С вашим результатом На месте На месте Вы на месте Да То есть У вас Консультанты Приходят Вы с ними Коммуницируетесь Общаетесь И наверное Ваша Коммуникация Направлена В одну сторону Только Но Несбалансирована У вас нет Никаких Определенных Действий Которые Направлены На развитие Лидера У вас Нет команды Вы не Передаете Скажем так Вы не Дублицируем Может быть Да Вы вообще Звезда Своей сети Вопрос На сколько Вас Дублицируют Люди Может быть Даже Не знают Возможностях Которые Есть Компания Возможностей На строение Коммерки Финансов Независимости И так далее И так далее То есть По большому счету Если мы это перенесем Трансформируем На план успех Вы На Хорошем Можете Директорском уровне Остановиться К сожалению И вот Дальнейшее Скажем так Развлежение По кормерной Лестнице Оно будет Ити уже Затруднение Ну Если мы Уберем Например Пункт Рекрутирования Спонсирования Мы в принципе Я думаю Вы согласитесь Со мной Мы не получим Ни второе Не третье Если у нас Нет входящего Потока Это будет Означать Только одно У нас будет Только выходящий Поток А это значит Что рано Или поздно Система Горяя Структура Результат Он Направление Скажем так Динамика Этим результатом Она негативная Поэтому Вот Это в принципе Некая основа И база И Вчера И поздно Лидеры Говорили Об очень Многих Аспектах И действиях Которые Они Делают В этих Скажем так Трех направлениях С точки Верения Что они делают С точки Верения Рекрутирования Поддержки Активности И развития Лидерства Есть Безусловно Я не буду Сейчас Говорить О методах Вы Те люди Которые Все это Время Сейчас Эти Воспроенные Дня Вы Скажем так Слушайтесь Обыд С этой Сцены Вы общаетесь В луарах Работаете В командах И так далее Методологий Очень много Будут Это онлайн Или это будут Офлайн Или это будет Баланс Прекрасная Прекрасная песня Здесь была Да У нас Это не про Баланс Это Ваш выбор Это то Как вы Видите Вашу Деятельность Ваши Активности На Поддержку На Без Скажем так Остановочную Работу Безошибочную Работу Трех Компонентов Вашей системы Я выделила Здесь Скажем так Основные То есть Когда мы Говорим Например О рекоментировании Респонсировании О чем Мы должны Скажем так С каких-то Составляющих Обязательных Составляющих Эти направления Состоят Из Налаживания Постоянного Потока Людей Да То есть Из приглашения Из поиска Людей Опять же Онлайн Офлайн Это Это на ваш выбор Рекрутинговые Встречи Как мы Проводим встречи Индивидуальное Собеседование По скайпу Или это групповые Может быть Встречи Или это будут Какие-то Вебинары Или может быть Это будут Классические Встречи Офлайн И так далее И так далее Вы будете Говорить о продукте Приглашать Проводить Новые Сессии Или вы будете Проводить Классические Встречи Возможности А не флей Или вы будете Говорить Только о бизнесе Это Ваши Ваши Патологии Как вы Это будете Делать Но элемент Он является Обязательным Нужно присутствовать Рекрутинговой встречи Ну и после этого Конечно же Инструктаж Я уже здесь Уровень мотивации У меня зашкалил Это то самое время Когда нужно Действительно Очень плотно Прижаться К новичку И пройти с ним Первые шаги Довести до его До позитивного Результата И вот Кто-то из Спикеров Вчера Уже не был Или позов Вчера Говорил Что есть программы А вот Есть программа 90 дней Кто-то говорил 7 лет Включение В 72 часа И так далее И так далее То есть Когда уровень Мотивации Уровень ожиданий Высок То есть Все новое Оно все прекрасное Вот Немного пугает Но тем не менее Перспективы уже Красивые Нарисованы И я уже здесь И я уже готова делать Поэтому безусловно В эти первые Скажем так Тренинги Первые Четкие Руководства Средвожая Они очень важны На этом этапе Когда мы говорим О поддержке активности Мы говорим Об обучении Мы говорим О коммуникации Мы говорим О сопровождении И поддержке И опять же Очень многие Уже говорили И сегодня Будут говорить О том Какие методы Какие методы Они применяют Ну и конечно же О развитии лидерства И понятия Какие здесь Можно выделить Обязательные составляющие Это наличие команды Это дуплицируемость И это безусловно Цель Понимание Куда идем Зачем идем И когда мы туда придем Вы знаете Вот Любая система Она требует Время От времени Скажем так Анализа Диагностики Для того Чтобы понять Окей Мы в правильном направлении идем Или нам нужно где-то Что-то сфоритировать Поэтому мы с вами Периодически проходим Медицинские осмотры К сожалению Мы не очень иногда Бываем дисциплинированы В этом плане Намного более дисциплинированы Когда мы Свою машину Отгоняем Каждый Допал 15 тысяч километров Пробега Для чего мы это делаем Для того Чтобы понимать Насколько организм здоровый Насколько В принципе Производительность Эта система Будет высокая Вот я здесь Нарисовала Такую Скажем так Хочу вам показать Даже не схемы Это некий пункт Консультанта От консультанта От новичка До лидера Показать Через какие стадии Он проходит Для того Что вы Когда вы Нарисуете В своей организации Как у вас Вашей группе Консультант Проходит этот путь Для того Чтобы вы понимали Почему Может быть Тот результат Которого вы ждете Он сегодня Не соответствует Скажу Реальность Не соответствует Вашим ожиданиям На каком этапе Требуется Тайвенная Откладка Или может быть Какая-то Модификация Тех методов Которые вы применяете Или может быть Внедрение что-то новое То есть повышение КПД Ну вот Все начинается Безусловно С поиска Приглашение кандидата И На встречу Вот И когда Наш гость Уже Кандидат Приходит На встречу Встреча Как правило Проводится С целью Покой Для того Чтобы Выявить Потребности И согласно С другим Потребностям Показать Как эти Потребности Легко Довлетвориться В компании Арифлейн Результат Как правило Такой Встречи Два Может быть Это Либо клиент В итоге Он остается Как минимум Он зарегистрировался Но он Будет клиентом Либо Консультантом Но это конечно Идеально Нам бы не хотелось Чтобы люди Которые сегодня Не принимают решения Консультантом По 9 раз Совсем То есть как минимум Клиентом Они могут быть Что происходит Дальше с консультантом Как мы уже говорили Что в принципе Сразу же С первых часов Его жизни В компании Арифлейн Мы даем Чуть-чуть Ему инструкции И вовлекаем Его в различные Виды коммуникации Приглашаем ли мы Его на встреч Для расписания Наших мероприятий Тренингов Включаем ли мы Его в скайп-чаты Включаем ли мы Вебинары И так далее Потому что Это методология Это уже разные методы Разные технологии Как вы это будете делать Самое главное На этом этапе Дать годный И тут же Включить его В жизнедеятельность Вашей команды Вашей группы Что результатом происходит Что происходит дальше Ну в принципе Мы получаем Если все хорошо И грамотно работает Здесь не с боем Мы получаем Довольного консультанта Довольный консультант Который покупает Продукцию для себя Довольный консультант Который Может рекомендовать Продукцию Еще и зарабатывает Дополнительные деньги Все отлично Работает Он увлечен Ваши мероприятия Вашу систему Но согласитесь Что есть еще те люди Которые Хотят большего И смотрят Немножко подальше И мы в таких людях Видим потенциал Потенциального лидера Как правило Как правило Послушав вас Послушав опыт Очень многих людей Мы не просто Это видим Окей Да Это потенциально Это не потенциально Мы это видим На то Какие действия Производит Такой человек Если он начинает Посещать ваши встречи Если он начинает Переводить на эти встречи Людей и так далее Он тут же попадает Вы его Выделяете Да То есть зону Вашего особого внимания Вы формируете Опять же Может быть Специальный чат Вы подключаете Его к каким-то Дополнительным тренингам Дополнительным Встречам Мотивациям Но все работает Для того Чтобы вот этот потенциал Сохранить Развить И в принципе Получить Надежного Ключевого партнера Будущего лидера Компании Вы его увлекаете В команду Он становится частью Вашей команды В этой команде Есть правило В этой команде Соответственно Есть какие-то принципы Которые вы устанавливаете Сами И результатом Что происходит Вы можете иногда Получать Обратно Довольного консультанта Да Потому что Может быть Человек не соответствует Правилам ключевой команды Может быть Изменились какие-то Приоритеты в его жизни Согласитесь Не все те Кто становится Ключевым партнером Доходят до Скажем так До того уровня Которые вы с ним запланировали Вот иногда Они возвращаются Обратно В довольные консультанты Но есть люди Которые Выполняя Свои обязанности Выполняя Те действия Те Вручения Которые вы им даете Приводя людей На встречи Публика Скажем так Проводя Начиная проводить Собостоятельные встречи И так далее И так далее То есть Они уже Безусловно Делая такие Действия Они становятся Менеджерами Отлично Что происходит Дальше У вас есть Менеджерская команда Это уже Еще одна группа Может быть В чате Это может быть Еще специальные Менеджеры Ренинги Это уже люди Которые На этом уровне Должны Развивать Новые Навыки Навыки Общения С группой Людей Потому что У менеджера Уже есть группы Навыки Коммуникации То есть Они уже Проявляют Некую самостоятельность И они Часть вашей Системы Ваших действий Уже Верно Себя Могут Вас Адублицировать Иногда Они возвращаются Опять Довольные Консультанты Ну вот Вы видели Такие случаи Довольные Менеджеры Либо Застревают На долгие Годы Либо И они Довольные Консультанты Но Те Кто делает Правильные Действия Те Кто с вами Он идет Дальше Он становится Директором На этом уровне Получают Новые Навыки Тоже Большая Группа Людей Это уже Не просто Провести Встречи Или Дать Инструктаж Это уже Вовлечение Ваши Обучающие Программы Это уже Брать Ответственность За все Именные Мероприятия За те Именные Чарты И так Далее И так Скажем так Хоть от Мечты Может быть Да К финансовой Независимости Которую Можно говорить Уже На золотом Уровне Вот через Такие Скажем так Ключевые Моменты Проходит Дальше Консультант Картинка Хороша тем Что ее Хорошо Диагностировать Вы Каждую Скажем так Зеленый Квадратик Вы заполняете Определенными Действиями Да Которые Есть в вашей Структуре Технологиями Которые В вашей Структуре Да То есть Как вы Коммуницируете Какой Инструктаж Вы даете И так далее Совет Когда вы Будете Диагностировать Каждый Элемент Посмотрите Насколько Вы Вкладываете На Мечего Смотреть Насколько Вы Вкладываете Усилия И какой Результат Вы получаете То есть Довольны ли вы Вот этим Балансом Вложением Усилий И получением Результата Такие Диагностики Время Время Нужно Проводить В себе И Конечно Необходимо И вы Можете Использовать Систему Для работы С вашими Менеджерами И лидерами Насколько Они Сегодня Могут Пройти Самостоятельно Скажем Так Все Ключевые Скажем Так Элементы И Насколько Путь От Консультанта До Золотого Директора Достаточно Скажем Так Проходит Без Сложностей Согласно Поставленным Целям И Заявленным Срокам Все Безусловно Это Введено Системой Вовлекающих Переприятий Да То есть Мотивация Я уже Таких Вещах Вот Скажем Так Не говорю Потому что Безусловно На каждом этапе От гостя До Золотого Директора Безусловно Система Обучения Система Мероприятий Система Поддержки Мотивации Она Есть Второй Элемент Который Очень Важный Который Если Проанализировать Систем Успешных Лидеров Это Создание Как раз Такого Основного Потока Непрерывающего Потока То есть Вот Этот Ручьё Который Наполняет Реку А река Подарод Муре Электрич Чуд Никогда Не должен Пересыхать И Я бы здесь Хотела сделать Акцентирование Именно Вы знаете На слове Ежедневное Рекрутирование Опять же Посмотрите На те Действия Которые Сегодня В вашей Системе Направлены На создание Ежедневного Потока В чём Это выражается Да То есть Посмотрите На Опять же На вложение Усилии Сколько встреч Вы проводите Сколько Людей У вас Вовлечён Вовлечены В рекрутирование Сколько людей Рекрутируют Сколько людей Спонсируют Сколько Вы получаете Скажем Там Я не знаю В день В неделю В каталог Регистрации Новых Рекрутирования Какое Качество Рекрутирования На что Вы ориентируете Людей То есть На какую Производительность На 100 баллов На 150 баллов На стартовую программу То есть Коммуникация Которая Идёт В рамках Этого Ежедневного Рекрутирования Вот эти элементы Как раз Таки Тоже Очень важны Да То есть Создание Потока Рекрутингов Встречи Успешный Эсультаж Успешный Старт Да То есть Какие действия Нужно Необходимо Делать Опять же Очень много Сейчас Я знаю Что Здесь Аудитория Такая Сидит Как бы Не то что Два лайка Но тем не менее Есть Два Чётких Таких Чётких Очерченных Наверное Скажем так Мнений Да И Ощущения Эта аудитория Есть Лидеры Которые Работают Сто процентов Онлайн Есть Лидеры Которые Ещё Думают Сомневаются Для меня Это Не Для Меня И Это Что В принципе Нормально Абсолютно Сомнений Это Вообще Нормально По Сбудной Идёт Мысль Что Только Онлайн Сейчас Работает Онлайн Не Работает Вы Знаете Мне Очень Нравится Фраза Знаете Как бы Незыблемая Мне кажется Вот эта Установка Эта фраза Которая Сказана Мне кажется Очень много лет назад Танила Она Это Есть Некая Суть Этого Бизнеса Очень Часто Приезжая На Такие Конгрессы Мы Вдохновляемся Мы Много Фотографируем Слайды Мы Перестали Писать Много И Мини Технологии Мы Помним Какие-то Вещи Мы Обсуждаем Мы Мотивированы И Цель У нас Такая Мысль Была Сейчас Мы Едем Замой И Мы Это Попробуем И Это Попробуем И Вот Это Оказывается И Работает И Вот Это Мы Еще Не Отладили Этот Метод Но Мы Уже Делаем Выгляд Что У нас Это Не Работает И Мы Об Это Забываем Гузель Сегодня Вначале По-моему Сказала Что По Поводу Интернет Магазин Что Мы Попробовали Месяц Мы Это Поделали А Потом Мы Как-то Об Это Немножко Забыли А Оказывается Нечего Велосипед Вдумывать И На самом Деле Так Что Любой Элемент Который Вы Внедряете В Систему Он Будет Проходить Разные Стадии В том Числе И Период Отладки И Наладки С точки В Посмотрите Встройте В систему Выдержите Определенный Период До Получения Позитивного Результата Это Как Наш Новичок Который Начинает Приглашать Людей И Результатом Этих действий Сначала У него Будет Слово Нет Но Чем Больше Он Делает Эти Действия Тем Больше Он Будет Получать Да Вы Этому Сами Учите Своим Новичков Тоже Тоже Самое Происходит С Любой Новой Технологией Для Депернизации Существующей Нужно Найти Свой Способ Вчера Ирина Рассказывала Васюк По поводу Как Ир Как ты Работаешь Онлайн Какие Были Первые Ролики Да То есть В Ютубе Например Да То есть Система Опять же Вот Этого По строению Видео Канала Которого Ира Ира Скажи Ты сразу Включила Результат Конечно Нет Да Но ты Не остановилась Ты Ты Модернизировала Ты что-то Улучшала С опытом Ты понимала Что не будет работать Что надо Изменить Что может быть Надо делать По-другому И так далее Опыт Сын ошибок Трудный И Вот В этом Плане Вот В этом Плане Вот Мне кажется Ценность Знаете Не потеряйте Эту ценность Которую Которую Увезете Сейчас С этого Конгресса Тех новых Методов Которые Вы услышали Или может быть Вы услышали О старых Методах Но Другими Словами И они Вас Отогновили Не бросайте Это на пол Пути Если Вы Верите В какую-то Идею Если Вы Видите Перспективу Если Вы Видите Тренд А опыт Ваших Коллег Что Это Работает Почему Нет Вы Идите К Свою Собственную Систем Выработайте Свои Собственные Технологии Но Не бросайте Не кидайтесь Из стороны В сторону И это Не значит Что Забывайте То Что У вас Сегодня Работает Любой Опыт Который Вы Здесь Получаете Посмотрите Как Вы Можете Умедрить Как Вы Можете Модернизировать Существующий Опыт Как Вы Можете Улучшить Опять Повысить Эффективность Повысить Результативность Хотела бы Говорить Также Еще Один Производительность Когда мы Говорим Производительность Что Я имею Ввиду Активность Наших Консультантов И я имею Ввиду Их Продуктивность То Сколько Денег Они Нам Приносят А Бизнес Формула У Нашего Бизнеса Очень Простая Продажа Равно Количество Консультантов На Количество Заказов Которые Они Приносят Соответственно Хотите Больше После Знака Равно Продаж Увеличивайте Работайте В других Обравлениях Над Количеством Консультантов И Над Количеством Над Их Производительность Безусловно Очень важно Когда вы Даете Скажем Удряете Когда вы Смотрите Какие вы Треники Проводите Какую Коммуникацию Какую Мотивацию Вы проводите Смотрите Какой Выхлоп После Каждого Действия Когда вы Проводите Обучение Оставьте себе А что я хочу Получить После Этого Какой Результат Хочу Увидеть В виде Чего Результат Для того Чтобы Оценивать Опять же Эффективность Вложенных Усилий Обучение Я не буду Говорить За чему Обучение Важно Понятно Что Люди Приходят Без опыта В этот Бизнес Понятно Что Им нужно Дать Определенные Простые Вещи Для того Чтобы Они Сделали Свои Первые Шаги И Безусловно Мне кажется Постоянно Согласно Уровню Человека Помешать Уровень Компетенции Развивать Компетенции В области Продаж В области Рекрутирования Ну и конечно же Тренировать Навыки Здесь хочу Добавить Это касается Своего Собственного Обучения Поэтому Вы не та Уникальная Которая Нужно Говорить Ваш пример Ваше присутствие Здесь На этом Конгрессе Говорит О том Что Да Наши лидеры Все время Обучаются Тем более Что Сейчас Век технологии Такого Быстрого Развития Технологии Понимаем Что Вы должны Тоже Меняться Вы должны Обучаться И в том числе Таким Может быть Сегодня На первый взгляд Не совсем Простые Вещи Например Онлайн Технологии Что Еще Воспроизводимость Четвертый Элемент Который Важен Скажем Для того Чтобы Система Работала На полной ППД Что Это Воспроизводитель Воспроизводитель Дубликация Совершенно верно Сколько людей Могут Воспроизвести Вашу систему Стать Элементом Самостоятельным Знаете В любом Целом Системе Есть Входящий Поток И есть Выходящий Поток Вот Под выходящий Поток Мы понимаем Как раз Таки Лидеров Сдублицируем Которые Дублицируют Вас Дублицируют Систему И модернизируют Систему По-моему Вчера Надежда Саня Сказала Свои выступления Что Все мы приходим Надежда Неправильно Процитирую Но Все мы приходим На систему Спонсора Да Но Вопрос С какой Системой Мы Какую Систему В итоге С какой Системы Мы Верстим Саня Важно Для того Чтобы понять Насколько Я Успешна Насколько Моя Систем Успешна Посмотреть Это будет Равно Количество Людей Которые Вас Могут Воспроизвести И Безусловно Этот Параметр Необходимый Прежде всего Для развития Лидерства Если Вас Не воспроизводят Вас Не дублицины Люди Вы Не получите Лидеров Вы Не получите Ту карьеру Мечты Вы Не получите Какие-то Добры Еще Больше Преимущества Будешь Если Тогда Не будете Расти Покаленная Лестность Вы Не будете Развиваться В сети Я бы хотела Скажем Так Показать Вот эти Пять Безусловия Но Вы Знаете Все Пять Простых Принципов Скажем Так Шагов Публицированных Да И опять же Кто-то вчера Тоже Злито Рассказал Что я Не провожу Скайп Собеседования Если С новичком Если Его спонсор Не присутствует Правильно? Да? Так я Зачем Реализация Реализация Результата Которые Натали Например Регистрация Нового Консультанта Следующий Раз Когда Я Делаю Как Твоего Человека Ты Сидишь И Смотришь При этом На этом Этапе Очень важно Оговорить Роли То есть Когда Вы проводите Скайп Собеседование С новичком А я С плотно Сидит И смотрит До Этого Скайп Собеседования Дайте Четкие Водные Я Не Просто Смотрю Я Не Просто Слушаю Да? На Что Я Должна Смотреть Как Я Может Быть Начинаю Как Я Заканчиваю Как Я Отвечаю На Взражения Как Взражения В Какой Момент Я Начинаю Говорить Об Этого А В Какой Момент Я Говорю Об Этого То Дайте Какие Установки Для Того Чтобы Человек Особое Внимание Обратил Собеседований Например Когда Вы Приняли Для Новичка И Не Спонсоров Рядом А Еще Была Конференция Вообще Очень Много Людей Смотрели Структуру Как Вы Это Делаете Хорошо Вы Привести Какой То Обратный 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 Задайте Людям Вопрос Что Они Увидели То Посмотрите Насколько Они Вас Начинают Рифицировать Насколько Они Понимают О Вообще Постарайтесь Избежать В аналогах Ваша Задача Задать Вопрос Вот Ты Что Таня Увидела На Что Ты Обратила Внимание Что Тебя Может быть Паразита Удивила Может быть Скажем Что Что Ты Новое Сегодня Узнала И Так А Вот Даже Люд Когда Не Проявляют Представить Задавать Вопрос Адрес А Что Вы Заметили То Понимаете Старайтесь Чтобы Люди Подходили К вопросу Наблюдения К этому Осознанно Таких Этапов То есть Скажем Так Наблюдения И Может быть Для кого-то Достаточно Одного Раза Посмотреть И На следующий Раз Может Уже Сам Начать Проводить Встречу Для кого-то Может Нужно Два Раза Но Очень Важно Что Это Наблюдение Не Заканчивалось Вашим наблюдением Старайтесь Эти Встреч Десять Пятнадцать И После Такого Мастер Класса Например Проведение Спас Собеседования Потратить Для того Чтобы Понимать Проверить На каком Уровне Человек Понимает Почему Вы делали То и Дое Действие Какие Выводы Он Делал Следующий Этап Мы Делаем Это Женщики Софобничества То есть Это Очень Важный Этап Когда Вы Между Собой Делите Скажем Так Делите На Какую-то Составляющую Сам Процесс То есть Если Вы Проводите Вместе Встречу Не Договоритесь Я Вступлю Ты Продолжишь Об этом Скажешь Может быть Вопрос Закончу Встречу И Закончу Делать И Так Далее То есть Вот Здесь Как раз Очень важен Этап Опять С вашей Стороны Проверить Насколько Человек Готов Это Делать Насколько Он Заключатель Для него Это Достаточно Очень Комфортно Потому Вы Всегда Рядом Можете Сказать Посмотреть И почувствовать Такое Занимодействие И Причем Очень Важно На этом Этапе Опять Вернуться К обратной Связи И Даже Если Было Все Ужасно Может Быть Он Не справился С той Задачей Как Он Делает То есть Обязательно Дайте Обратную Связь В Очень Позитивном Ключе У меня Был Пример Из Моей практики Когда Очень Яркий Пример Того Как Магну Сдал Обратную Связь Мы Я Работала На Открытие Грузии Две Три Недели По Я жила Там Три Недели Там Были И Была Не только Я Было Еще Несколько Моих Коллег Из Других Филиалов Задача Была Такая Чтобы Научить Людей Новых Сотрудников Определенным Этим Функциям И Моя Задача Я Работала С Отделом Продаж И Задача Была Натаскать За Это Достаточно Короткое Время Человек Научить План Успеха Понимание Этого Бизнеса Конечно Невозможно За Три Недели Но Тем Не Менее И Навыки Навыки Проведения Как минимум Базовых Тренингов Возможно Арифлейн Шаг Один Шаг Два И Мы Для Того Чтобы Этот Навык Отработать Что Мы Сделали Мы Поставили Тренинг Каждый День В течении Трех Недель Каждый День Мы Поставили Расписание Тренинг И Я Сказала Что Не важно Сколько народ Придет Может быть Я Одна Буду Сидеть Важно Чтобы Ты Каждый День Что То Говорила И Только Тогда Этот Навык Придет Иначе Я могу Конечно Здесь Стоять И Моговорить Как Нужно Проводить Тренинг Если Ты Род Не Откроешь Сам Это Никогда Не Сделаешь Это Невозможно Сделать И Представьте Мы Тренировались Неделю До Открытия Филиала Сегодня Торжественное Открытие Филиала Все Вино Выпили Из Кубков Все Так Очень По-грузински Отличная Сфера И На Следующий День Приехало Руководство Приехал Магнус На Следующий День У нас Мы Посадили Первый Тренинг И Конечно Первый День Очень Много Людей Пришло Я Прекрасно Понимала Насколько Она волнуется Потому что Я себя Помню Когда Я Первый День Тренинг Дела И Я Сказала Я буду сидеть На последнем Ряду Вот Смотри На меня Даже Если Лиц Будут Все Такие Хотя Грузина Обычно Нехорошая Улыбающаяся Всегда Лица Я говорю Тем не менее Ты смотри На меня Я Буду Скажем Так Поддерживать Но Ты Должна Это Сделать Сам Ну В общем Люди Сидят Первый Раз Степень Волнения Понятна Я Сижу Вроде Как Ее Начали Проверяю Тоже Еще Больше Волнения Ну И Начинается Тренинг Пять Минут Проходит Она Говорит Она Конечно Стоит Слайдом Вот так Повернута И Читает Слов Слов То есть Это Все Понятно Это Все Ожидаемо Проходит Пять Минут И Тут Заходит Региональный Директор Вот И Очень Высокий Босс Который Открывает Эту Страну Он Садится Я Так Учен Зачем Зачем Он Пришел Потому Что Я Вижу Папа И У нее Вообще Мне Кажется Такие Стеклянные Стали Глаза Повернут К слайду Наверное Стала Вот Так Режим Вот И Речь Как-то Так Замедлилась Вот Проходит Минут Заходим Матус Брэнст Тут Если Честно Любой Из моих коллег Наверное Может Сказать Что Выступает На аудитории Сидит Босс Самый Главный Вот Так Он Улыбается Конечно Все Но Любого Человека Можно Погнать В некий Ступор Здесь Было Так Здесь Она Вот Так Вот Стала И В принципе Потом Просто Знаете Как Она Даже Не Она Читала Заголовок И Слайду Пролистала В общем Короче Место Там 45 минут Тренинг Он Закончился Через 15 Минут И Я понимаю Что Надо Как-то Спасать Ситуацию В каком Плане Спасать Спасать Потому Что Люди Пришли Они Почему Хотят Как Знать И У У У У У Секунды На Размышления Я Говорю Слово Шести Давайте Попадем Наши Мои Коллеги Такой Прекрасный Тренинг Люди Вы Тренинг Тренинг Ушли И Мы Остались Втроем Я Магнус И Наш Я Наверное Директор И В общем Я сижу Такая Я Честно говоря Была Расстроена За Того Что Они Пришли Ну Зачем Зачем Это Неправильно Прийти К Новому Сотруднику На Первый День Тренинга Это Как Морально Это Ужасно Вот И Соответственно Я сижу Молчу Плюс Я же Еще Как Наставник Как Тренер Это Результаты Моей Работы Я Тоже Этим Моментом Расстроена И Тут Магнус Вот Лидер Настоящий Он Говорит Ну Что Скажите Я Прочитала Ну Хорошо Вот Он Говорит Слушайте Офигенно Мне Офигенно Мне ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ И У НЕЕ Супер Получается Она Очень Правильный Человек В нашей Компании У Самое Из Главных Качества И Мы Таким Она Улыбается И На самом деле При Этой Ситуации У НЕ Действительно Лицо Осталось Да Несмотря На То Что Понимаете Вот Этот Момент Я Почему Магнус Окей Сейчас Мы Пойдем С тобой Выйдем И Ты Именно Так Скажешь Этому Сотруднику Потому Что Я Думаю Что У НЕ Стресс Сейчас Зашкаливает Понимаете Вот Это Мы Все Когда-то Что-то Делали И Начинали Поэтому В этом Плане На Этапе Очень Важно Ваша Это Сильная Скажем Так Эмоция Поддержка Понимание Поддержать Смотра Человека Вселить Эту Уклеенность Ты Делаешь Я Смотрю Это Следующий Этап Когда Вы Сидите Человек Делает Уреной Действие Проводит Собеседование Что Важно Здесь Вы Смотрите Над Какими Областями Можно Еще Поработать И Обязательно Обратную Связь Обратную Связь Помним Лучше Обратная Связь Когда Вы Задаете Вопрос Мы Работаем Со Взрослыми Людми Не Давайте Оценок Все Оценки Нам уже Поставили Давно Давно Вообще Жизнь Стоит Оценки Спрашивайте Человека Как Ты Чувствуешь Что Тебе Подралось Чем Ты Особенно Сегодня Горди Что Как Ты Чувствуешь Что Лучше Ты Уже Самостоятельно Делаешь Вот В принципе Эти этапы Которые Проходят Наверное Становление Любой Лидер И Вы Своим Опытом Можете Подтвердить В Такой Атмосфере Всегда Есть Чувство Комфортности Чувство Понимания Что Да Я Смогу Что Это Просто И Это Обучение Лидерам Лидерам Не Приходит Сразу Этому Можно Научить Вот И Цель Безусловно Возьмут Пример Вот Когда Вы Оговариваете С человеком Скажем Так Его Путь Его Карьеру В Арифлейме Безусловно Он Может Понимать Куда И Когда И С чем Он Придет Когда То есть Ожидание Поставить Правильное Скажем Так Ожидание И Погрузить Согласно Этим Ожиданиям Загрузить Определенными Действиями Что Еще И Пятый Элемент Квинт Эссенция Все Системы Это Вы Это Лидер Любая Система Требует Скажем Так Ее Нужно Запустить Без Лидера Без Вас Этой Системы Нет В Базе Любой Системы Есть Ваши Ценности Есть Ваше Видение Есть Ваша Цель Есть Ваши Мечты Ваша Энергия Позитив Глаза Последовательность Всем принципам Которые Вы Проповедуете Невозможно И вы это тоже Прекрасно знаете Будучи Где-то Скажем Так Не Может быть Комфортным Не Уверенным В себе В отсутствии Тихо Базовых Каких-то Принципов Запустить Систему Думать Что Она Принесет Результат Вы Тот Человек Который Как Моя Вы Пример Для Всех Ваших Лидеров Вы Прекрасно Да Мы Говорили В предыдущем Дублицирование К сожалению Правда Жизнь Такова Что Дублицировать Негативно Мога Скажем Так Быстрее И Груще Нежели Какой-то Позитивный Результат Ваше Состояние Ваши Горящие Глаза Ваша Уверенность В том Что Вы Делаете С Каким Лицом Вы Это Делаете Да Как Тоже Опять Кто-то Извини Рассказал Такая В хорошем Смысле Слова Корона На Голове Это Очень Это Такой Базовый Ориентир Для всей Вашей Структуры А Мой Продолжительный Опыт Работы По этой Компании И Скажем Так Опять же Не важно В какой Стране Лидеры Работают Доказывает Только Одно Это Закон Как только Лидер Перестает Сам В этой Системе Система Саморазрушается Она Разрушается Очень Быстро Как только Вы Выпадаете Из того Именного Ключевого Элемента Как Ежедневный Поток Как Обоспроизводимость Как Активность И так далее Все Вас Все Ваши Структуры Сдуплицируют По полной Программе То есть Вы Человек Который Сдает Ориентиры Вы Человек Который Вселяет Вот эту Мотивацию Дохновляет Поддерживает И Вот Вчера С Юрой Вечером Уже Говорили После Закончились Мастер-классы Вы знаете Мне настолько Я так соскучилась По атмосфере Каких наших Российских Мероприятий Но вот Я очень Поразилась То Как Какой В этом году Я не знаю Согласитесь Чувствуете Вы это Или нет Какой В этом году Уровень Ну знаете Не просто Энергия А очень Какой-то Такой Созидательный Энергия То есть Энергия Которая Назарливая 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 Что Вот Сейчас Какая-то Знаете Вот это Вот Ну Ну знаете Вот Как На местном Старте Мы даже Очень Такой Правильной Спортивной Хорошей Форме Которой Все рекорды Будут Поддадутся И Я Желаю Вам Сохранить Приумножить Вашими Новыми Лидерами Новыми Званиями Да Сцена Пусть ломится От новых Званий Выдержит Не сломится Вот Для того Чтобы Мы сейчас Полосали Офигенно Правильное Время С Вами Уходимся Когда Действительно Вы схватили Схватывать Кто-то уже схватил Кто-то Вот уже Знаете Вот На волне Вот В этом Бизнесе В этой Скажем так Позитивном Результате Который Вы Главный Элемент Винт Эссенция Этой системы Поэтому Вот Ваш Такой Правильный Спортивный Знаете Какой-то Вот Ну Азарт Состояние Оно Не может Не передаться Вашей структуре А это Значит Что Это Шестнадцатый Семнадцатый Восемнадцатый Год На Международной Конференции Мы Опять Будем Слышать В основном Только Русский Голос Закат Который Будет Считать Позитие Новые Звуки Спасибо Большое Спасибо 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 Спасибо